Ежегодно в отделении детской кардиохирургии оперируется более 300 детей. Примерно столько младенцев в Самарской области рождается с различными пороками сердца. При несвоевременном оказании помощи они умирают. Счет идет на часы. В обязанности Петра Тощева и Андрея Гурьева входит подготовка ребенка к операции, поддержание жизни и реанимация малышей. Спасением ребенка, как правило, занимается целая команда из врачей и медсестер. Над критическими больными могут стоять 4 человека, 5 человек, 10 рук. В последнее время ситуация была такая, ну, слава богу, единичные случаи, когда я мог оставаться один вместе с сестрой над критическим же новорожденным. Врачи боятся. Боятся не справиться. По их словам, число медсестер в отделении в два раза меньше требуемого. Говорят, только с июня по август уволилось 10 сотрудниц среднего медперсонала. Из 29 необходимых для ведения тяжелых больных в учреждении остались лишь 13 сестер. В сентябре губернские СМИ сообщали о том, что врачи из кардиоцентра бегут из-за низкой зарплаты. Однако 40 тысяч рублей даже по меркам столицы, деньги весьма неплохие. По словам уволившихся, их не устраивала нагрузка, которая возросла в два раза после массового ухода сестер. Наши сестры готовятся очень долго. Это тоже единичный продукт. Их осталось очень мало, катастрофически мало. Они не справляются с этим объемом работы и увольняются, к сожалению, из-за низкой зарплаты в основном. Мы боимся. Мы боимся погубить ребенка. Мы боимся быть подставленными, оказаться крайними в ситуации, когда кто-то погибнет. В губернских больницах медсестры получают от 7 до 15 тысяч рублей в зависимости от квалификации. По данным областного Минздрава в регионе наблюдается одна из самых низких в ПФО обеспеченность медсестрами. Из тысячи специалистов, ежегодно выпускающихся из училищ, в больницах остается меньше половины. Тут две категории, которые посмотрят два месяца и скажут, нет за такую, за любые деньги. Вопрос не стоит, маленький или большой. За любые деньги мы работать не будем. Есть вторая категория сестер, которые приходят, хорошие девочки, умненькие, которые быстро нахватались за год и быстренько уходят в другую больницу. Ситуация с кардиоцентром лишь один из многочисленных примеров, констатирует в Министерстве здравоохранения области. Зарплата медсестер, согласно указу президента, должна увеличиться более чем в два раза. До 2018 года. Заработная плата врачей будет 200% от промышленности. У медицинских сестер равна промышленности. На сегодняшний день заработная плата врачей где-то порядка 60%, медицинских сестер еще меньше в среднем от заработной платы. Соответственно, для того, чтобы достичь 200%, надо нам 4 миллиарда рублей ежегодно добавлять только на статью заработной платы для медицинских работников. В настоящий момент в отделении детской реанимации кардиоцентра работает всего пять врачей. Администрация учреждения уверяет, что перебоев в проведении операции не будет.